Добрый день, дорогие телезрители! В эфире, как всегда, в 15.00 на телеканале «Архиз-24» программа «Карачаево-Черкесия» онлайн и в студии ее ведущей Екатерина Иванова. Зурам Джандаров, о самых актуальных событиях дня, о том, чем живет Карачаево-Черкесия, сегодня мы поговорим в прямом эфире с гостями нашей студии. К разговору можете присоединиться и вы, позвонив по номеру 8 800 775 03 24. Ну и, как всегда, перед тем, как перейти к главной теме нашей передачи, давайте узнаем, что интересного произошло в нашей республике. «Карачаево-Черкесия» открывает наш эфир. В Карачаево-Черкесии состоялись инструкторские методические сборы военного комиссариата региона, в рамках которых было отмечено, что осенью текущего года на призывные комиссии планируется вызвать более 3000 человек. Норма призыва граждан на обязательную военную службу в 2019 году выполнена в полном объеме. Так, уже к месту службы было отправлено 510 призывников, что на 80 человек больше, чем в минувшем году. Из них 225 уже прошли обучение по военноучетным специальностям, а 42 имеют высшее образование. Правом заключить контракты на прохождение военной службы воспользовались 32 призывника. Проведена работа по проведению предварительного отбора 31 юношей казака в воинские части, имеющие статус казачьих. В Карачаево-Черкесии растения и воды приступили к работам по посеву озимых зерновых. В целом по региону планируется засеять 17,5 тысяч гектар земли, из которых преимущественное большинство составит озимая пшеница. Первыми к осенним полевым работам посеву озимых зерновых приступили в Прикубанском районе. Растения и воды уже успели засеять порядка 100 гектар пшеницы. В республике в ходе осенней посевной кампании планируется засеять более 16 тысяч гектар озимой пшеницы, 1200 гектар озимого ящменя и 50 гектар тридикаля. Кроме того, аграрии Карачаево-Черкесии продолжают уборочные работы. Так, по состоянию на сегодняшний день по республике обмолочено зерновых колоссовых и зернобобовых культур с кукурузой на площади 34,5 тысячи гектар, намолочено 136 тысяч тонн зерна. Продолжается в регионе и уборка технических пропашных культур. В Карачаево-Черкесии в рамках проведения всероссийской диспансеризации за 9 месяцев текущего года бесплатную диспансеризацию прошли порядка 50 тысяч человек взрослого населения республики. По итогам проведенной диспансеризации в Карачаево-Черкесии признано здоровыми более 45% от общего количества обследованных, а порядка 55 признаны нуждающимися в амбулаторном дообследовании. Все необходимые обследования жителей республики, подлежащие диспансеризации, проходят бесплатно в поликлиниках по месту жительства. До конца года установлена шестидневная рабочая неделя в медучреждениях, участвующих в проведении диспансеризации населения. Внесен следующий режим работы с 8.00 до 21.00 в будние дни и в субботу с 8.00 до 14.00. Беговой марафон, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны, пройдет 28 сентября в ауле «Красный Восток», в котором примут участие школьники и представители молодежных организаций Абазинского района. Марафон стартует у входа в сельский парк аула «Красный Восток» в 9.00. Дистанция забегов варьируется в зависимости от возраста участников. Ее протяженность 2,3 километра. Марафон, посвященный памяти ветеранов Великой Отечественной войны, проводится уже третий год подряд. В прошлый раз забег, который проводился в ауле «Псыш», собрал свыше 250 участников. Организатор планирует, что в этом году участников станет еще больше. В Черкесске подвели итоги городской экологической акции «Стоп Амброзия» и наградили ее самых активных участников. В этом году участники всенародной акции «Стоп Амброзия» собрали рекордное количество сорной травы – порядка полутора миллионов корешков. Как и в прежние годы, за одно растение высотой не менее 15 сантиметров, вырванное с корнем, они получили 30 копеек. Собранную амброзию люди приносили в специальные пункты приема. Наряду с жителями активное участие в акции принимали и трудовые коллективы города. В мэрии отметили, что лидеры экологической акции в этом году собрали от 40 до 170 тысяч корешков аллергенного растения. Кроме заработанных денег, самые активные участники акции получили премии мэра города Черкеска. Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии и переходим к главной теме нашей сегодняшней передачи. В рамках всероссийского марафона открытий центров «Точка роста» в Карачаево-Черкесии торжественно открылись центры в 10 муниципальных районах республики на базе 19 общеобразовательных организаций. Новые центры создаются по всей России в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах по программе федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». Целью этих центров является создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно, научного, технического и гуманитарного профилей и дистанционных программ обучения, в том числе и на базе сетевого взаимодействия. Центры превратятся в общественное пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности. «Точки роста» – очень интересный проект, и мы не могли его обойти стороной. Конечно же, мы сегодня о нем поговорим. И у нас в гостях Владимир Воловик, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Карачаева Черкесской Республики, а также Лючана Николаевна Старжакова, директор средней общеобразовательной школы поселка Майский. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Мы поздравляем вас с открытием «Точек роста». Долго к этому готовились, долго шли. Получается, чуть меньше полугода готовились к этому открытию, а может и того больше. Расскажите, пожалуйста, везде ли открылись эти центры, как планировалось ли все прошло. Вот в целом давайте обсудим вот этот вот день, который стал историческим для «Точек роста». Ну я, наверное, все-таки начну немножко с предыстории. Готовиться мы начали еще в прошлом году. После того, как у нас Республика выиграла субсидию на создание «Точек роста», началась подготовка. Это, прежде всего, нормативная документация. Затем был разработан для того, чтобы открыть, необходимо было создать условия. Прежде всего, требовался единый дизайн-проект и единый бренд-бук. То есть четко нам спустили сверху, с Москвы разработанный примерный. На базе этого были разработаны для своей республики. У нас он был утвержден, согласован с Москвой. И, естественно, что муниципальные районы и образовательные организации стали готовиться именно непосредственно к приведению к бренд-буку своих кабинетов. Владимир, я прошу прощения. То есть получается, у каждого региона дизайн свой. Да, есть общие какие-то цвета, общее наименование, цветовые решения, зонирование примерно общее. Но, естественно, что у каждого региона отличается какими-то моментами. Точно так же, как и каждая школа немножко может отступать от республиканского дизайн-проекта. Да, может немного, но главное соблюдение общей цветовой гаммы и главное соблюдение зонирования. Это как бы один момент, это была подготовка помещений. Это достаточно трудоемкий был процесс. Огромное спасибо директорам образовательных организаций, главам муниципальных образований, потому что без них вряд ли бы было возможно. Это достаточно и финансово оказалось затратно, плюс помогали спонсоры, родители. Но в итоге у нас к началу открытия все 19 центров были готовы полностью, все приведены в соответствие. Кроме этого у нас образовательные организации, директор тоже расскажет, приобретали дополнительно мебель, приобретали какое-то дополнительное оборудование, делали проводку и так далее. То есть работа была проведена достаточно большая. Мне кажется, сама идея создать точки роста очень помогла и школам, потому что смогли, делая такой ремонт в одном помещении, обратить внимание на какие-то недостатки в остальных помещениях школ. Вот действительно ли так происходило во время подготовки? Помогли вот такой ремонт усовершенствовать всю школу? Конечно, помогло. Во-первых, эти помещения выглядят совершенно, отличаются от других. Современные они у нас, красивые. И даже выпускники, которые приходят в прошлых лет, говорят, почему этого не было, когда мы учились. Помогло, конечно, потому что оно должно все соответствовать теперь. Это красивая новая мебель, это новое современное оборудование. Ну вот в таком же направлении хочется дальше работать и дальше обновлять, улучшать, чтобы все было современным, не только в этих кабинетах. Скажите, пожалуйста, а ваша школа как давно включилась в проект? Как давно вы... Ну вот, наверное... Если министерство образования, как мы поняли, уже больше года живет с этим, как давно школа живет с этим? С марта месяца. Наверное, первое совещание у нас было в марте, да, по-моему? Да, первое совещание в марте. Конечно, там непонятно, что от нас хотели. Да, вот мы, общаясь друг с другом, директора, переговаривались, где-то интернет, где-то вот министерство нам советы давало какие-то. Потом уже поступили, вот как сказал Владимир Григорьевич, брендбуки, дизайн общий. Уже мы начали работать в соответствии с этими документами. Ну вот смотрите, в марте было первое совещание. В июне, в начале июля к нам приходила Елизавета Семенова, которая как раз между проверками, между поездками по точкам роста зашла к нам и рассказала о том, что это такое будет. То есть за такой короткий промежуток нужно было уже подготовить более или менее и помещение, и какую-то программу, по которой люди там будут работать. Как проходила именно такая работа? Действительно ли был такой задан темп, ритм подготовки? Ну, существовала дорожная карта, которая была разработана, утверждена, где предусматривались основные, скажем так, контрольные точки. Точно такие же точки были установлены на уровне Российской Федерации. Мы, соответственно, каждой точке готовили свои мероприятия и, соответственно, также отчитывались. Соответственно, и образовательные организации тоже стремились к этому же, для того, чтобы успеть. Мы все прекрасно понимали, что, скажем, весной практически ремонтные работы делать некогда, потому что идет образовательный процесс. Пока не закончатся экзамены, не пройдут детские лагеря, тоже фактически приступать к большинству школ было некогда. И вот основа как раз легла конец июня, начало июля. То есть буквально два месяца даже меньше было у школы. Да, да, фактически, да. Достаточно был, достаточный срок был для подготовки? Или все-таки в попыхах все делали? В отпуске успели ли я там побывать? Сейчас по-больному, по-моему, да? Ну, знаете, растягивать тоже это ничего хорошего. Поэтому, наверное, мог быть где-то хорошо, что строки были довольно-таки сжатые. Зачем на самом деле это лишний раз? Это пыль, это краска и все остальное. Но мы уложились до конца-до конца, за полтора месяца мы привели все в порядок, то, что от нас требовали. В июне у нас был лагерь, мы не могли ничего делать. Но вот с 1 июля мы приступили, и вот уже к 15 августа уже было все с ремонтом. То есть школа майского может стать показательным примером того, как быстро подготовили. Ну, не только майская, практически все школы так были. Даже так. Потому что у нас контрольная точка, которую мы определяли, ну, скажем так, крайне это было 15 августа. Дело в том, что с датой открытия она постоянно менялась. Первоначально была заявлена 1 сентября. Соответственно, мы старались тому, чтобы с 1 сентября уже точки роста открылись. Потом дату перенесли на 20, а потом на 24 часу. Поэтому, собственно говоря, все готовились именно за лето. Вот мне всегда был интересен вопрос выделения помещений. Что это за помещения оказались, которые были выделены под точки роста? Потому что изначально же, ну, то есть это проект, школа не строилась под точки роста, под то, чтобы там были. Что в вашем случае? Вы, наверное, потом в общем расскажете. Ну, изначально было требование 3 кабинета, 3 помещения. Потом 2 помещения. У нас, например, 2 кабинета. Один был более пустой. Проводились какие-то занятия в нем. А второй кабинет мы взяли кабинет информатики. Потому что точка роста подразумевает, что в этих же кабинетах можно проводить учебные занятия. Кабинет информатики и еще один кабинет. Довольно-таки большие оба кабинета. Каждый по 60 квадратов. Довольно-таки просторные. Потому что помещение должно разделено быть на зоны. То есть это пространство должно быть гораздо больше, чем обыкновенный класс. То есть у вас в принципе не возникало проблемы. Да, ну, да. Как бы выделить помещение. В общем, из всех педагогов самый счастливый будет преподаватель информатики, который переедет в новый кабинет вместе со своими учениками. Все будут счастливы педагогами. Потому что всех затронет, всю школу затронет, конечно. А в целом школы как справились с этой задачей? В целом, значит, смотрите, дело в том, что первоначально, да, действительно, Вячеслава Николаевна сказала, предполагалось, что будет выделение трех кабинетов. И каждый должен был быть площадью не менее 50 квадратов. Дело в том, что изначально проект рассчитан на школы сельской местности и малых городов. Но 2019 год в итоге был определен, что только сельские школы. Малые города начинают брать только с 2020 года. Соответственно, исходя из тех условий, что большинство сельских школ небольшие, решили уменьшить до двух кабинетов. И площадь каждого кабинета должна быть не менее 40 квадратов. Вот у нас к этому и стремились. Но не только можно было брать кабинеты. Можно было брать другие помещения, те же самые рекреации, которые там примыкают друг к кабинетам, библиотеки, актовые залы. То есть использовать то, что, скажем так, высвободить пространство. Тем более, что там не только, как вы сказали, учебный процесс. Учебный процесс, понятно, там информатика, технология, ОБЖ. Но там большая достаточно зона, это медиа-зона. Там дети могут посмотреть фильмы, где-то познакомиться с... Культурно более развиваться. Шахматная гостиная. Там как бы оно не привязано обязательно быть к кабинету. Поэтому, в принципе, был достаточно такой широкий выбор. Хотя, конечно, в маленьких школах проблематично, конечно. Потому что школы действительно небольшие, кабинетов не так уж и много. Но все школы нашли и выделили кабинеты. Ну, к тому же, очень много есть школ, в которых отдельный кабинет отводится под такие занятия, как там факультатив или спецкурс у нас в школе это называлось. И зачастую эти помещения выполняют такую функцию кабинет для всего. То есть то одно занятие, то второе, то третье, то где-то проводится какой-то ремонт там. И такие помещения наверняка тоже затрагивались и становились уже полезными. Такой вопрос. Когда заговорили о точках роста, и когда уже было известно о том, что они будут развивать ОБЖ, технология, сразу встает вопрос. Почему такое внимание этим предметам? Потому что я помню, например, в школьные времена к трудам или к ОБЖ относились крайне несерьезно. Это были предметы, на которых можно было отдохнуть. Почему действительно вот эти дисциплины... Ах, ты двоечница. Неправда. Я отдыхала, а потом шла и трудилась. А, вот это что, все понятно. Но предмет называется не труд. Технология. Предмет называется технология. Но вы же понимаете, что для учеников это всегда труды. Труды. Ну здесь задача в чем? Меняется все вокруг. Меняются запросы промышленности, запросы экономики. Естественно, необходимо, чтобы дети были подготовлены, хотя бы шерементарно, к новым технологиям. Поэтому упор делается именно на предмет технология. Большинство, как говорят в профессии, скоро отомрет. Вот у нас параллельно идет проект Добра школа для коррекционных школ. Мы привыкли к чему? Технология для девочек – это домоводство, да, там, ну, еще там швейное дело. Для мальчиков – это слесарное либо плотническое что-то. Сейчас вообще слесарные мастерские в школах, плотнические мастерские, они ликвидируются, их нельзя даже открывать. Сейчас должно быть направлено на развитие чего-то современного. Прежде всего, то же самое учитель технологии, Дори Чайна Николаевна более подробнее расскажет, вот они были на курсах в Волге Кавказе. Дело в том, что упор технологии, извините, не работа с какими-то отдельно взятыми инструментами, а работа с программным обеспечением, изготовление 3D-моделей, умение проектировать. И это не только в рамках информатики. Информатика – это информатика, а технология – это именно это. Слушайте, то есть, грубо говоря, от создания подсвечников на токарном станке, как он называется, токарном станке, переходим к созданию подсвечников на 3D-принтере. Совершенно верно, примерно так. Слушайте, прекрасно ведь. Это же на самом деле очень важно с точки зрения того, что люди будут приспособлены к современным реалиям, дети. А ОБЖ, вы прекрасно понимаете, основа безопасности жизнедеятельности – это основополагающее для каждого человека. Ведь то оборудование, которое поступает, оно направлено прежде всего на то, чтобы человек мог не только на практике, не только себе оказать помощь, но и окружающим. У нас поставлены тренажёры для проведения сосудистой реанимации, образцы различных, потом этот случай, если человек поперхнулся, если в дыхательной пути чем-то заняты, потом достаточно набор шин различных, имитации различных травм, то есть, чтобы ребёнок мог отработать это и применить в жизни. Это, то есть, в основном, задача основная, практическая. Хорошо. То есть, на ОБЖ теперь маршировать не будут, а будут уже спасать жизнь. Для чего и нужен этот... Нет. Там же в ОБЖ тоже есть раздел «Оказание первой медицинской помощи». Вот это именно это. Вот просто... Ну, если до этого рассказывали, извините, показывали на партсах... Хорошо, если слайды, а это теперь можно на манекене отработать. Просто, когда... Я же говорю, что вы там 10-5 лет назад, даже, возможно, совсем недавно, эти предметы не всегда выполняли свою основную задачу. Это стоит признать. Проходящие, скажем так. Они все были... То есть, вот, например, в девятой школе у нас, вот у нас это было в таких цокольных помещениях, там где-то. Мы приходили туда, мальчики там, Лен что-то пилили, девочки, Лен что-то шили. Но все это было... Воспринималось самими детьми не очень интересно и не очень серьезно. И казалось, что это никак ты не применишь в жизни. Кроме того, что если там ты не захочешь связать жизнь там с шитьем или сделанием табурета, конечно же. Но тут стоит вопрос, а чем будут заниматься девочки? Будут ли действительно продолжиться ли, как вы сказали, курсы домоводства, но уже в каком-то современном виде? Ну, если мы говорим, что на уроках технологии будут именно компьютерные программы, то девочкам тоже не помешает. Потому что там создание, вот мы, например, были в Владикавказе, мы рисовали, создавали в программе ВАЗу. То есть, это и девочки, и проектировщики, есть и мальчики. Вот такой момент, он касается всех. Тем более, мы живем в 2019 году, когда мы приходим к тому, что нет такого, что есть профессия, которая... Да, по гендерному. Да, 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 у нас равноправие, как-никак, но подихонечку оно появляется. Поэтому я тоже думаю, что нет той разницы, и мужчина, и женщина может одинаково эффективно пользоваться 3D-принтером. Не так? Как это приятно слышать от мужчин. Ну, да, на Кавказе тем более еще, да? А сейчас давайте посмотрим небольшой сюжет с открытий точек роста, и узнаем, как же они выглядят все-таки изнутри, и чем они станут полезны для ребят. Внимание на экран! Свежий ремонт и новое оборудование. Два кабинета школы-аула «Иконхалк» полностью отремонтировали, подготовив их к открытию образовательного центра «Точка роста». Здесь местные школьники по-новому подойдут к изучению таких привычных предметов, как технология, информатика и основу безопасности жизнедеятельности. В кабинете «Точка роста» можно не только поиграть в шахматы. Здесь можно научиться оказывать первую медицинскую помощь. В зоне обыжи здесь даже представлен тренажер для искусственного дыхания. А самое интересное – впервые в школе можно пройти курс фотографа. Мухаммад Утигушев давно ждал открытия в своем ауле «Точки роста». Юноша уже заинтересовался медиазоной и точно знает, чем теперь будет заниматься после уроков. Сам я очень сильно интересуюсь фотосъемкой и очень долго ждал именно открытия медиазоны. И теперь после открытия хочу посетить кружок юного фотографа. Просто нравится фотографировать пейзажи, делать видеосъемку и все в таком роде. Кабинет разделен на зоны. Это зона релаксации, зона проектирования, зона моделирования, медиазона и шахматная зона. В шахматной зоне уже занимаются дети в кружках шахмат. В медиазоне будет работать кружок юный фотограф и школьная киностудия. Еще в компьютерной зоне у нас будет работать кружок 3D-моделирования. Красную ленточку перед точкой роста в Иконхалке перерезал глава администрации района Инвер Кирейтов. Кабинеты тут еще не до конца обставлены, но в скором времени здесь появятся компьютеры, подключенные к скоростному интернету и даже 3D-принтер. Преподаватели центра все лето готовились к работе в новых условиях и им буквально не терпится начать. Учитель должен показать, поставить цель, показать информацию, картинки, показать видео, дать ссылку детям. И дети должны сами, вот это всему, прийти уже сами, без наставника. Всего в Карачао-Черкесии за один день распахнули перед школьниками свои двери сразу 19 образовательных центров. В торжественной церемонии открытия точки роста в Учьи-Кене принял участие председатель правительства республики. Я надеюсь, что те новые современные условия для кого-то из детей станут хорошей стартовой точкой для личного и профессионального роста. Ребята смогут сделать профессиональный выбор еще до выпуска из школы, узнают, что из себя представляют современные профессии, где используется высокотехнологичное оборудование. Старшеклассники приобретут новые компетенции. В этот день настоящий марафон открытий точек роста прошел в 50 регионах России. Ровно в 10.00 по московскому времени официально начали работу 2049 образовательных центров. Их главная задача – обеспечить сельским школьникам, равные с городскими детьми, доступ к качественным образовательным программам. А к 2024 году таких центров в стране будет 16 тысяч. Ну что, мы снова в студии продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня в прямом эфире мы говорим о проекте «Точки роста». И у нас в гостях Владимир Воловик, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки КЧР. А также Лючана Николаевна Старожакова, директор средней общеобразовательной школы поселка Майский. Ну, Лючана Николаевна, конечно, точки роста, хоть и открылись совсем недавно, наверное, наверняка уже как-то начинали потихонечку работать до самого официального открытия. Ученики уже успели оценить все прелести, все премудрости даже в каком-то смысле этих кабинетов. Ну, все прелести, может быть, не успели, но в день открытия мы, конечно, подготовили до своих детей какие-то мастер-классы. Ну, что простое, это мы на тренажерах отрабатывали реанимацию. Для детей это было очень интересно, что тренажер сделал вдох и так далее. Ну, учителя технологии тоже в качестве сувениров для гостей, которые у нас были на открытии, уже с помощью лобзиков, которые нам выдали, вырезали какие-то сувениры. Дети маленькие у нас были задействованы, поэтому они на ноутбуках сделали модель, наклейку на фигуру, которую распечатали учителя. Ну, потихонечку, конечно. С лобзиками? Я думал, ЧПУ, нет? Или лобзики? Лобзики, ручные, электрические, дрели, штангенциркули, электронные, клеевый пистолет. Это вот все, что для уроков технологии предназначено. Я правильно понимаю, у нас по факту получается, что есть технология и есть ОБЖ. Информатика. А, информатика, это отдельная третья. Но для информатики там, получается, из техники компьютеры только. Ноутбуки, да. Не, ну не только, потому что там есть та же самая система виртуальной реальности. А, вот. То есть шлемы виртуальной реальности, соответственно, программное обеспечение, оборудование все необходимое. Вот если вы видели там фотокамеры, видеокамеры, квадрокоптеры почти на каждую, еще, правда, не все поступили в центры, но в течение месяца они поступят. Соответственно, могут применять для проектирования на компьютерах те же самые квадрокоптеры, специальные программы, карты. Ну, в общем, достаточно много. А так поступает мобильный класс, состоящий из 10 ноутбуков и плюс ноутбук учителя и интерактивный комплекс. Достаточно интересный тоже. Очень, да, такая вещь, хороший интерактивный комплекс. Ну, как сказали нам, планшет на колесах. Да, огромный. Да, то есть мы можем уже, особенно если будет интернет высокоростной, можем, пожалуйста, проводить сейчас, не использовать только для ОБЖ, как сказано, информатики и технологии. Мы можем просто проводить те же, сейчас немножко другую тему, уроки финансовой грамотности. То есть там оборудование. Возможности открывать. Ну, сучка роста предназначена не только для этих трех предметов. Это внеурочная деятельность. Внеурочная деятельность. Кружковая работа. Да, совершенно верно. Кроме этого, учителя, например, тех же самых начальных классов, если необходимо проводить там, слушаешь, они на окружающем мире изучают или там на математике какие-то элементы компьютерные. Могут прийти, какой-то элемент урока провести. Или там с использованием того же интерактивного комплекса. Химия, физика. Через виртуальную реальность, через очки виртуальной реальности. Там можно тоже... Можно проводить опасные эксперименты. Да. Ну, просто в виртуальной реальности. Если честно, то, что вы рассказываете, немножко сейчас в это не верится и даже немного пугает, потому что я представляю, каким станет следующее поколение, когда обучится уже всему тому, чему могут научить вот эти точки роста. Это уже будут люди совсем другого, именно склада ума, потому что, ну, как говорится, в семье точно будет, во-первых, кому прибить гвоздь, потому что в школах этому будут учить. И, кроме того... Кому спрограммировать какую-нибудь программу будет, да? Да, да, да. Кому спрограммировать помещение, в которое нужно будет вбить гвоздь. Вот так вот. Постройтесь на 3D-принтере молоток. Там же подразумевается у нас не только образование детей. Что? Образование еще взрослых подразумевается. То есть мы можем не только учеников, но и их родителей. А вот расскажите, у вас какой-то опыт был уже в этом направлении у вашей школы? Нет. Еще пока. Да, мы были на курсах во Владикавказе, уже повторяюсь, и там нас немножечко ввели в курс дела и познакомились с программами, в которых работает моделирование с выводом на 3D-принтер-модели. В промдизайн мы создавали объекты, квадрокоптеры, нас учили тоже. Прежде чем его запустить, нужно изучить программу, а потом уже его программировать, задавать ему задания. Также IT-технологии был, как это, Кванториум, Квантум. Там вот, там говорят, что нет, там и ручной труд тоже был, но единственное, у нас не будет. Там были фрезеровочные станки, которые задавали компьютерное обеспечение тоже, им выпиливали. Вот мы проектировали свой брелок, например, а преподаватель нам из дерева его уже вырезал. Ну вот, чипу как раз, то, что я и говорил. Да, так что, ну, у нас пока не приедет, но, может, в будущем и такое будет. Робототехника еще. Там у нас будут наборы лего. Казалось бы, знаете, что, ну, что там такого набора? Вот мы сами взрослые люди, да, нам было очень интересно. Нам же не просто обучали, там еще давали различные деловые игры. Вот, например, нам сказали, по парам разбейтесь, и кто соберет больше всех башню. И вот мы взрослые, учителя соревновались, да. Бурж-Халифа. Конечно, поэтому, а дети еще с большим интересом будут это делать. Это, это вот действительно в это не верится, потому что в наше-то время такого не было, такого приходилось только мечтать, а даже не задумывались. Из всех развлечений было покурить за школой. Ну, не надо говорить о своем пятом классе. Ну, там была тоже не только практика. Нам в Кванториуме также дали какие-то программы, рабочие программы уже прямо по урочной разработке. Дали уже нам прям уроки, какие можно модели собедрать из набора в лего. Поэтому помощь есть. У нас есть входящий звонок. Кто-то, видимо, заинтересовался темой и хочет задать вопрос. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте, Игорь из Москвы. Вот у меня вопрос. Могли ли вы представить, учаясь в школе, что в будущем стане будете руководить учебным заведением? Вот так вот. Вот такой вот практически личный вопрос. Спасибо большое. Немножечко разбавим тему точек роста. Могли ли вы представить, учаясь в школе, будучи ученицей, что когда-нибудь сами свяжете свою жизнь не просто с преподаванием, с руководством целой образовательной организации? С руководством, наверное, не могу я сказать, но вот несколько лет назад была на встрече своих одноклассников. И учительница наша уже тоже в годах принесла анкеты пятый класс, мы заполняли. Вот я там ответила, что хочу стать на тот момент воспитателем. Ну, не воспитатель, но все равно в том же направлении пошла. За директора, конечно, в детстве я мечтать не могла. Не было такого. Ну, дети редко, на самом деле дети ведь редко мечтают стать руководителями или там кем-то, если не президентом. Да, ты это хотела сказать. А вот какими-то профессиями заниматься они всегда, всегда, очень часто дети. Ну, в части, в какой-то части мечта реализовалась в образовании. Воспитывайте и детей, и иногда и учителей приходится, поэтому, мне кажется, даже приумножилась эта мечта. Владимир, мы не раз затронули, Людина Николаевна не раз затронула тему образования во Владикавказе. Давайте, наверное, к кадрам перейдем, как проходила подготовка кадров, потому что это очень важная часть этого проекта. И, наверное, одна из важнейших частей. И сложнейших. Да, на мой взгляд, тоже, что очень многое будет зависеть. Одно дело, оборудование, кабинеты красивые, мебель, все это замечательно. Но если не будет кадров, не будет того желания работать с детьми, донести то, что сам знаешь, что новое узнаешь, естественно, что выхода не будет. Зачем нужна оборудование, на котором не умеют работать? Совершенно верно. Поэтому подготовка началась с мая месяца. В мае-июне ввелись дистанционные курсы для всех работников центров. Значит, там было, по-моему, шесть блоков, да? Проходили обучение, получали сертификат они. После этого у нас в конце июля, в начале августа в два потока были организованы курсы во Владикавказе на базе их Кванториума для учителей технологии. Теперь запланировано в октябре будет проводиться дистанционное обучение для учителей информатики и учителей УБЖ. Учителя информатики выйдут тоже в Кванториум, пока мы не знаем, в какой, в конце октября. А учителя УБЖ, значит, в 13 регионах России есть обучающие центры МЧС. Вот они будут проходить обучение на базе этих центров. Но пока еще у нас информации нет, пока раскидывают регионы, кто куда попадет. Соответственно, учителя УБЖ тоже выйдут и получат очное обучение уже непосредственно с тем материалом, которым будут работать. Это прекрасно. Как ваш опыт поездки во Владикавказ? Кто ездил от школы и как было обучение? Ну, я так понимаю, что хорошо, вы достаточно эмоционально рассказываете. Я сама поехала туда, чтобы знать, что это такое. И вместе со мной поехал преподаватель, который будет технологии вести уроки. Вот. Было, мы неделю занимались. Занятия были очень сложные. Мы с утра до вечера, вот первая половина дня в одном квантуме занимаемся, вторая половина в другом. И это все работа за компьютером в основном. Если ты с утра приходишь такой взбодрившийся, тебе сейчас я горы сверну, то, конечно, к вечеру уже было сложно. Это было очень полезно. Очень, знаете, такие добродушные были, доброжелательные работники кванториума, которые приглашали нас, приходите до занятия, приходите после занятия, мы вам объясним, мы вам покажем, поработайте еще. Поэтому отвечали на все наши вопросы, говорю, и обеспечили нас каким-то материалами, какими-то методичками. И на практике нам показывали много чего. Не только вот работа с программами, говорю, много игр, которые мы можем использовать для сплочения команд и так далее. Было очень интересно. И сейчас у нас в WhatsApp создана группа, где можно решить какие-то еще вопросы. Они идут открыто на все вопросы, присылают. То есть обучение не закончилось после того, как вы уехали непосредственно из города? Всю консультацию, которую необходимо, мы можем получить в любое время. А вот у меня такой вопрос. Неделю вы учились, а работать будете еще минимум весь учебный год. Вам дали какую-то основу, структуру или как? Так что этого материала хватает для того, чтобы расценить его на весе? У нас самих учили работать в программах. Мы должны детей научить сначала программам, познакомить, какие есть программы. Python – это для квадрокоптера, Fusion – для создания моделей и так далее. Поэтому там не сразу взял квадрокоптер и запустил его в небо. Понятное дело, я же по этому и говорю. Поэтому это процесс очень длительный. Сначала мы будем теория, а потом будет практика. Нам хватит на год, на два, наверное. Там дело в том, что предусмотрено, что первые годы обучения идет в пятый, шестой класс. В пятый, шестой, седьмой. Да, в пятый, шестой, седьмой. Седьмой – это пробная программа, но пятый, шестой – это основа. И вот на период действия всей программы до 2024 года обучение будет ежегодное. Имеется в виду не только новые центры, которые будут открываться, но и те, кто работают, они будут каждый год выезжать и каждый год обновлять свои знания. То есть, этот процесс не закончился, поездка на неделю в Владикавказ. Он будет повторяться ежегодно. А будут ли в рамках работы этих точек роста дети, может быть, выезжать на какие-то предприятия, посмотреть, как это работает уже в деле? Может быть, это поможет в выборе дальнейшей профессии? Потому что такие навыки, ты их не сможешь особо применить нигде, кроме как именно в своей специальности, которой ты посвятишь жизнь. Будут ли вот такие вспомогательные встречи, сможет быть, даже потенциальными работодателями проводиться? Ну, пока что об этом не говорилось. Единственное, что вот выезды, выезды, вот нам говорят соревнования. Это подразумевается соревнование шахматы, это подразумевает соревнования, скорее всего, именно умение пилотировать квадрокопты вот в таком направлении соревнования. Ну, на российском уровне предусмотрено. У нас, в принципе, и в наших индикаторах, которые определены для каждого центра, там не менее пяти массовых мероприятий. То есть в год. Образовательные организации обязательно должны проводить свои мероприятия, не только для своих учащихся, но и для населенного пункта, населения, может быть, даже всего района. Плюс обязательно должны быть выездные. То есть это не зацикливается в рамках одной республики, а будут действительно, как сказала Илья Ильича Николаевна, будут проводиться различные мероприятия межрегиональные. И, соответственно, наши дети тоже получат возможность выезжать за пределы и участвовать в различных соревнованиях. Вы сказали, что пока что только пятый, шестой, ну и пробный седьмой класс проходит подобное обучение. Планируется ли в дальнейшем, что старшеклассники начнут? Каждый год добавляться будут классы. Там вся программа расписанная, постепенная. Потому что одновременно, естественно, невозможно это запустить сразу во всех классах. Потому что сегодня очень много, мы и говорили здесь, в студии, в принципе, политика страны нацелена на то, что нужно заполнять пробелы в рабочих специальностях. И как раз таки, если в девятом, в одиннадцатом классе будут как раз таки заниматься ребята в таких кабинетах, это очень поможет им в дальнейшем обучении, поможет на первых курсах. Да, то есть вот это, в принципе, тоже будет какое-то такое взаимодействие со старшеклассниками, которые потом будут... Ну и плюс предусматривается сетевое взаимодействие. Оно должно быть даже обязательным. То есть должны те же самые центры заключить договора с другими школами либо с какими-то предприятиями о том, что будут, как вы сказали, тоже посещать. Может быть, уроки технологии или информатики, какие-то элементы проводить на их базе. Либо за пределами, например, на базе тех же самых колледжей, которые у нас в республике есть. А, то есть все-таки такое... Да, это в обязательном порядке должно быть. Ну, естественно, что это не все сразу. Мы только, собственно говоря, начинаем. Кстати, когда планируется полное, если так можно сказать, освоение программы? То есть к какому году? У нас идет программа от 2019-2024 год. Пока сейчас, на данный момент, проведены конкурсные мероприятия до 2022 года. Мы выиграли в этом году тоже субсидию. Если в прошлом году было 50 субъектов участвовало, то есть не участвовало, победителями были. В этом году их чуть больше уже. У нас в 2020 году будет создано 42 таких центра, точка роста. Еще 42. В 2021 году еще 11. А где же их расположат? Сельская местность и малые города. То есть если до этого у нас... Вот если в 2019 году это были только сельские поселения, то теперь у нас добавляется Карачаевский городской округ, Усть-Жигута, те, которые достаточно... Или поселок Медногорский. То есть достаточно крупные населенные пункты, где достаточно много школ, достаточно много детей. Упор будет делаться именно на эти населенные пункты. Ну и плюс, естественно, что и сельская местность. Мне кажется, это замечательная новость. И пока что мы еще не знаем, где именно будут расположены остальные. Знаем. Уже знаем. Ну мы-то пока не знаем, и вы, дорогие телезрители, пока что тоже еще не знаете об этом. Поэтому давайте посмотрим на те точки роста, которые уже открылись, и продолжим смотреть, чем одна отличается от другой, или все они одинаковые. Внимание на экран. Два кабинета со свежим ремонтом, новой мебелью и самое интересное – современным оборудованием. Открытие центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Новой Джигутинской школе стало подарком для всех жителей района. Поэтому и открытие это отметили здесь с размахом, песнями и танцами. В этих свеже отремонтированных кабинетах местные школьники будут постигать основы безопасности жизнедеятельности, технологии и информатики. А главное, здесь ребятам удастся по-новому взглянуть на привычные школьные занятия. Та грань, которая существует между школьниками больших городов и малых городов, все, вот эта грань исчезнет, я думаю, потому что такое оборудование, не могут похвастаться даже и городские школы. В кабинетах есть все, чтобы получение необходимых в жизни знаний превратилось в увлекательную игру, такую, как шахматы, которыми уже давно увлекается Эльвира Смакуева. Уж она-то точно знает, чем будет теперь заниматься на внеклассных занятиях. Мне очень понравилось новое оборудование, именно что шахматы есть, шашки есть. Я очень люблю играть. И будем надеяться, что у меня будет получаться приходить и играть с друзьями. Право перерезать красную ленту на открытии точки роста досталось заместителю главы Усть-Дягутинского района, которая уверена, что открытие подобных центров по всей стране поможет школьникам найти себя и развиваться всесторонне. Будет уникальная возможность каждому ребёнку раскрыться. Ещё это возможность родителям увидеть, чем занимаются дети, и приобщиться и родителям тоже к этой деятельности. Главная цель всех точек роста – создать в сельских и городских школах равные условия для получения знаний. Появление таких центров стало приятным сюрпризом не только для школьников, но и их родителей. Это очень хороший стимул. Я как родительница, как родительский комитет и лица от всех родителей хочу поблагодарить всех. Помимо новой джигуты, точки роста на этой неделе открылись ещё в 18 школах республики. Ну а к 2024 году подобными центрами обзаведутся сельские школы по всей России. Ну что, дорогие друзья, мы снова в студии продолжаем наш эфир. Я напомню, что сегодня в прямом эфире мы говорим о проекте «Точки роста», который начал свою реализацию уже в нашей республике. У нас в гостях Владимир Воловик, начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования и науки Карачаева Черкесской Республики, а также Петчана Николаевна Старожакова, директор средней общеобразовательной школы посёлка Майский. Скажите, пожалуйста, существует ли какая-то система по распределению этих точек роста? То есть где в первую очередь они были необходимы и где они в первую очередь создались? В 2019 году у нас создавались по предложениям муниципальных районов. То есть сколько они заявили, у нас есть в некоторых районах по одному открылось, а есть и даже три, например, в Хабельском районе сразу. Дальше есть установленные Министерством просвещения цифры, то есть процент образовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на которые мы должны выйти. То есть ежегодно установлены контрольные цифры. Соответственно, такое количество школ мы должны открывать. Они у нас чётко идут 19, 42, 11 и дальше там ещё останется где-то полтора-два десятка школ, которые необходимо будет оснастить такими центрами. Наверняка в первую очередь это районные центры. Да, если первоначально первый год нельзя было районные центры, то вот начиная с этого года можно и районные центры тоже. Скажите, очень важный момент, на открытии точки роста не заканчивается работа, она продолжается. Только начинается. Она только начинается, да. И очень важно, чтобы точки роста работали эффективно и выполняли свою функцию. Да. Как Министерство образования контролирует этот момент и какие критерии есть, на которые вы смотрите и говорите, вот эта точка роста функционирует хорошо, а вот эту вот нужно подтянуть? Ну вот у нас сейчас идёт набор учащихся, центры. Большинство центров запустилось после открытия 25-26 число. Часть центров начинает свою работу с 1 октября, потому что завершают набор учащихся. Ну и плюс, как я уже сказал, учителя УБЖ информатики, они только октябрь-ноябрь будут обучаться. Хотя, в принципе, конечно, какие-то элементы они могут использовать и сейчас, но более конкретные программы, конкретные умения, навыки, которые они должны обеспечить учащимся, они получат только на этих курсах. Существуют, как я уже сказал, индикаторы, то есть то, к чему должны стремиться каждый центр. Есть определённое количество учащихся, которые должны быть задействованы шахматами, определённое количество учащихся, которые должны быть задействованы уроками технологии, дополнительным образованием. И, соответственно, каждый центр будет стремиться к этим цифрам, а мы, соответственно, контролируем именно выполнение этих цифр. То есть количество учащихся? Да, но для нас, конечно, это не самое важное. Самое важное – это, естественно, знания учащихся. И я надеюсь, что именно эти центры, учащихся этих центров, мы увидим победителями и региональных олимпиад, и надеюсь, что наконец-то у нас появятся победители или призёры Всероссийской олимпиады заключительного этапа. Потому что действительно те знания, которые они там получат, должны помочь им. Скажите, пожалуйста, вот обучение в этих центрах, оно будет проходить в рамках расписания школьного или это как дополнительные занятия, или это как какие-то факультативы? То есть как будет работать этот кабинет в том плане, что будут ли занятия в них внедряться в ежедневную школу? Ну, я вам как бы общую теорию, скажем, расскажу, Личанна Николаевна более подробнее скажет, как на практике у них в образовательной организации. Предусматривается, что в первой половине дня, то есть в учебное время, в этих кабинетах проводятся уроки. То есть та же самая информатика, технология, ОБЖ. Вторая половина дня – это, прежде всего, дополнительное образование. Это внеурочная деятельность, то, что в начальной школе у нас существует пять основных направлений, по которым дети должны обучаться. То есть, по сути, ребенок записывается, да? Да, это точно, это у нас… Дополнительное образование, кружковая работа. Да, дополнительное образование. Это, они являются, каждая точка роста является структурным подразделением школы. То есть это отдельная структура, соответственно, что запись, это не означает, что если я учусь в этой школе, я являюсь учащимся этого центра. Нет. Это дополнительно. Ребенок, если желает, он, пожалуйста, приходит, записывается в центр, посещает какие-то дополнительные занятия, кружки и так далее. Ну, как, у детей все выходили во дворец детского творчества. Да, 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 совершенно верно. В первой половине дня он получает эти же знания, но в рамках своей учебной программы. Ну, вот сейчас, наверное, более… Ну, так же могут еще подразумеваться из ближайших населенных пунктов дети могут, если есть желание. Ну, по сетевому взаимодействию, да. Да, и еще говорю, что дополнительное образование взрослых. Пока что взрослые, ну, взрослые даже, может быть, где-то больше проявляют, у них глаза горят, и неужели вы нас научите? Конечно, мы и вас научим. То есть, предположим, вот мы с Зурабом захотим научиться… Научиться работать на компьютере. Да, или работать с дрелью. И мы приходим и говорим, Лучьяна Николаевна, мы можем записаться в этот центр, нас записывать, и мы можем спокойно приходить и работать там. Уже есть желающие из взрослых, которые хотят записаться? Ну, подходили родители, да, ну, они как шутку говорят, научите нас, конечно. Если это будет серьезно, естественно, мы научим, покажем, расскажем все это сделать. Это очень… Это не проблематично, да. А это как будет вообще на практике выглядеть? Вот есть взрослые, а есть дети, и они все вместе занимаются? Ну, пока что еще не могу так сказать, но я думаю, что это… По расписанию можно развести. Да, по расписанию взрослых, да, по времени. Не говоря о том, что оно же там, если вы даже видели на видео, разбиты на зоны. Ну, да. Которые абсолютно самостоятельные. Если, например, тоже в зоне, в медиазоне могут заниматься там, смотреть что-то там, видео или там заниматься на компьютере, другие могут спокойно сидеть и играть в шахматы. То есть оно абсолютно не взаимосвязанное, люди в отдельных… Сейчас представила картину, как маленькие пятиклассники сидят, что-то разбирают, дрель, там, не знаю, спасают человека, или собирают. Это, видимо, они без присмотра. Ну, вот поэтому я и спрашиваю, могу ли я прийти и научиться с ней работать. Ну, а преподаватель-то не один. Кто-то занимается одним преподавателем, кто-то занимается другим преподавателем. Поэтому это тоже не проблема. Кабинетов два. Для всех желающих это возможность бесплатная. Да, конечно. То есть не будет такого, что там взрослый, который не из этого города приехал. Взрослый билет, детский билет. Да, да, да. Красивые деньги, 5 рублей. Все бесплатно. Некрасивые семьи. Это тоже важный момент, потому что я лично думаю, что сейчас желающих взрослых будет гораздо больше, чем детей, потому что на само здание школы для ребенка все равно еще нужно привыкнуть, что он может туда приходить, когда хочет и на какие хочет занятия. А взрослые уже немножечко сознательнее. Им хочется действительно познавать и видеть все то, чего они, возможно, не видели. Тем более родители смогут ходить вместе со своими детьми на те же занятия и вместе учиться за одной партой сидеть. Представляешь, какая это прелесть? Так, ты на шахматы, мама, ты на дрель, папа, а я пойду человека поспасаю. Очки виртуальной реальности. Вот. Очки виртуальной реальности, да. А вот скажите, 3D принтеры, я, если правильно помню, тоже есть в рамках. Да, совершенно верно. Да, я про стоимость не просто так спросил. Это же расходные материалы все. То есть это все так же в рамках бюджета. Первоначальные все расходные материалы, да, они предоставляются сразу. А потом уже будет то, что на финансирование будет выделяться, будут докупать, когда уже. Финансирование республиканское. Да, да. То есть теперь в бюджете республики появится и такая статья. Ну, я не могу сказать, что это плохо, потому что на образование, мне кажется, точно уж должны выделяться средства. И если уж появились такие замечательные центры, то они должны работать, а не простаивать, как пустующие кабинеты. Скажите, пожалуйста, сейчас какая-то работа активно идет по подготовке к следующим этапам точек роста и где она уже началась? Пока сейчас у нас идет чисто, скажем так, нормативное. Мы готовим реестры, мы готовим заявки. Проекты приказов у нас подготовлены на утверждение перечня школ, которые вошли у нас в 2020 году. Кроме этого, готовится положение, дизайн, брендбук. Скажем, все это подготовительное мероприятие примерно будет идти до конца октября. В октябре у нас к концу будет проведен вебинар по подготовке именно непосредственно ремонта помещений к новому учебному году. И тогда уже дальше потихоньку начнем заниматься. В этот раз у нас побольше будет времени к подготовке. Да, немножко больше, потому что если в прошлом году у нас фактически мы в ноябре начали заниматься, в декабре мы уже точно знали, что выиграли. И постепенно еще как бы на российском уровне не было определенно, не было ни методических рекомендаций, не было распоряжения правительства. Все это началось фактически в март-апрель. То сейчас, я так думаю, что это начнется как раз вот ноябрь-декабрь. И я так понимаю, что уже какие-то там, ну не ошибки, какие-то вот нюансы, открытия вам уже знакомы, и будет проще открывать новые школы. Кстати, Валючана Николаевна, что касается ваших коллег, других школ соседних, которые им повезло меньше, и у них нету точек роста. Общались ли? Есть интерес у них к вашему новшему школу? Конечно, конечно. Директора школы все просят, ну когда что нам покажут, ну когда что нам покажут. Ну дайте вот немножко хоть пройдет вот эта суматоха вся, 1 сентября, потом подготовка к открытию центра. Конечно, мы пригласим, вот у меня есть планы пригласить директоров школы, именно соседей, желающих, кто хоть не сюда. По хозяйству. Да, и что-то им показать, что мы уже можем. Так что в планах у меня это есть, вот в ближайшее время. Тем более, что если, например, в ближайшем поселке там откроется тоже точка роста, люди уже будут готовы, и мы сможем в этом повозить. Конечно, им гораздо будет проще. Нам было, конечно, очень сложно. Это все, это совершенно новое. Мне кажется, когда соседние будут у вас, школы, открывать свои точки роста, то вы будете главным консультантом на районе, что называется. Пожалуйста. Спасибо большое, что пришли. Спасибо, что рассказали. Тема действительно очень интересная и важная для нашего региона, и в первую очередь для сельской местности. Надеемся, цели, которые стоят перед вами, перед этими проектами, будут реализованы. Еще раз поздравляем вас с открытием точек роста, поздравляем вас, ваших учеников, педагогов, а вас с тем, что наконец-таки этот этап все-таки завершился успешно. Первый раз можно сделать так. Спасибо большое. Спасибо. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы также прощаемся. Ну, ненадолго увидимся всего лишь через два дня в понедельник на телеканале РХС-24 в 15.00. Всего вам доброго и хороших выходных.